Застрочные победы, что не часто бывает в соревнованиях в олимпийском боксе. Ну, соперник итальянец, 23 года. И также сумел пройти дальше, но выиграл чистым накалом. Сальваторе Каларо. Невином Майкла. Так что, очень принципиальный бой. Два боксера, которые нокаутировали своих соперников, встречаются в финале. Коленицы такие мощные, крепко сбиты. И, как мы поняли, с хорошим ударом. Два шага в Казахстане. Два шага в Казахстане. Два шага в Казахстане. Два шага в Казахстане. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Опускает руки итальянец Субтитры сделал DimaTorzok 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 Казахстану Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, двигается Сальвадоре Двое часто, вот сейчас его поймал Движение Украинец DimaTorzok Два свободы Снова очень мощный. Это право боковой, конечно, ловит, когда Сальвадору ему очень тяжело приходится. Пожалуй, самый интересный бой. Ну такой наиболее близкий профессионал. Нет, ну вообще хороший бой. Очень острый. Не толкаются, не бегают друг за другом. Саживает, саживает, поставил свои. В возле украинский боксер. Слушать меня снова требует реферик. И снова правый от Кызняка. Догоняет, догоняет. Пытается уйти Сальвадора, но Кызняк заносит свои удары до цели. И второй раунд забирает также украинский боксер. Снова мощный удар справа. Но после вот гонка пить не надо. Тяжело приходится Сальвадоре. Кавалару. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Да, правый боковой, грозное оружие Хизняка, и он его применяет регулярно, рассечение на правой скуле у итальянца, Хизняк снова в атаке. Не дает передышки сопернику Александр Хизняк, даже когда судя командует стоп и разводит боксеров, он становится на минимальную дистанцию от соперника, чтобы сразу продолжить атаку. Да пусть и ты его требует реферия. Что такое? Снова рассечение это, да? Здесь недовольны в углу еще Александра говорит, не давай ему отдыхать, ты даешь отдыхать, даешь возможность восстанавливаться, даешь возможность думать. Смотрите, какие напряженные лица. Ну, я бы не знал, что у насов и возможности дается. Ну вот не знаю, да, тут как бы слова бокс разрешают. Разорвал дистанцию итальянца и пытается отвечать. Задвигался на ногах. Сейчас неплохо встретил левым прямым. Итальянский боксер Хизняка преобразился так чуть-чуть. И снова хорошим левым снизу итальянец встречает выпад украинца. Левый боковой в исполнении Хизняка и двойка справа. Снова там раскрылось рассечение там. Ну, хорошая опасная минута сейчас нас ожидает. Александр Хизняк в атаке. Вяжется в клинче итальянец. Бокс! Снова удачен в атаке. И снова левый прямой. 15 секунд. До окончания боя. 10, 7, 6, 5. В размене боксеры встречают гонг. Да. Ну что, хороший бой. Хороший бой. Александр Хизняк. Похоже, приносит второе золото своей команде. Вполне. Я надеюсь, здесь не будет каких-нибудь раздельных решений, непонятных сюрпризов. Потому что великолепный бой провел. И очень грамотный, тактический и даже профессионально как-то подошел Александр. Ну, тактический может одинаково, но так ему удобно было. Ну, это в его стиль, да. И он вообще так или иначе свой бой-то навязал. Силовой, агрессивный. Даже когда пропускал, не обращал на это внимания, а продолжал свои яростные таки. Ну да, здесь абсолютная победа, абсолютное доминирование. Александра Хижняка поздравляем мы. Очень красивый бой. Пожалуй, настоящее украшение финала. В финальном бою и звание победителя европейских игр завоевал боксер из красного угла. Александр Хижняк. Украина. Первое общекомандное место. Мы их первое общекомандное место собираем. Вот. По боксу, я так понимаю, первое общекомандное место. Тренер. Один из тренеров. Продолжение следует.